Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено марафону от Кати Випенцлбокс. Она проводила свой марафон у себя в инстаграм, где-то месяц назад, может быть чуть больше. Марафон состоял из 31 вопроса, и все они были посвящены парфюмерии. Парфюмерии, каким-то эмоциям, в общем, всё-всё-всё-всё, что мы любим. В общем, мне было очень интересно и участвовать, и наблюдать за участниками. Я узнала много новых людей, у меня появились новые подписчики. Я подписалась на интересных парфюмоньяков. Ну, в общем, это всегда здорово, когда ты смотришь чужие коллекции, делишься своими впечатлениями и читаешь впечатления других людей на, может быть, те же ароматы, которые есть у тебя, ну, совершенно иные эмоции, которые они вызывают у того или иного человека. В общем, это здорово, Катя, спасибо тебе большое. И вот недавно Катя выложила у себя на YouTube-канале видео на эту тему, на тему своего марафона, и меня попросили, я сама собиралась, честно говоря, записать такое же видео. Вот здесь у меня все вопросы. Я подготовила все ароматы. И давайте начнём. Катя, спасибо тебе большое ещё раз за такой классный-классный-классный марафон. И начинаем. Последний купленный аромат. На момент проведения марафона это был Носомата China White. Сейчас последним купленным ароматом является вот такая вот коробка. Это Discovery Set от бренда Le Labo. Я делала на неё обзор. Эта коробка состоит из 16 ароматов. Вот такие вот пробирки. Шикарный, шикарный набор. Если есть возможность, если хотите познакомиться с этой маркой, я рекомендую. Рекомендую именно этот набор купить, потому что ароматы все стойкие. Хватает вообще вот этой пробирки очень надолго. Я вообще вот пользуюсь ими. У меня они до сих пор не кончаются. Очень достаточно много времени, чтобы разносить эту пробирку, чтобы составить своё мнение о аромате, о марке, о концепции. В общем, всё прекрасно. И давайте начнём дальше. Продолжим. Города и география в названии. Естественно, один из самых популярных городов в названии ароматов, как и сам аромат, это Красная Москва. У меня этот аромат тоже есть. Это винтажная у меня Красная Москва. Духи. Но это великолепие. Это великолепие во флаконе, аромат, который какой-то он нестареющий. Для меня он тёплый, душевный. Он меня вдохновляет очень часто. Он меня как-то тонизирует. Есть в нём какая-то магия. Красная, прекрасная, красивая, восхитительная Красная Москва. Следующий аромат, который у меня есть, это Un Air de Damas. В воздухе Дамаса от Brent Dorin. Классный аромат. Такая смешная бутылка. Для меня этот аромат немножечко неоднозначный. Он белоцветочный. Очень красивый, очень женственный. Здесь всё, что я люблю. Туберозы и лилии, и жасмины, и ландыши, может быть, даже быть. Все-все-все вот белые цветы. Но он очень-очень индольный. Поэтому носить его как-то вот... Или переждать 30 минут где-то, тихонечко сидеть дома, потом выходить в нём в люди. Или как-то вот всё-таки надо его пробовать на коже, как он будет на вас себе внести. Следующий аромат тоже был у многих. La Fille de Berlin от Sergio Lutanza. Это моя самая любимая роза. Берлинская дева. Вот реально, для меня эта роза одна из самых натуралистично звучащих. В ней есть и страсть, в ней есть и какая-то немножко отдалённость. Очень такой характер парфюма интересный. Она в то же время и такая зазывная, и в то же время такая отталкивающая, немножко отстранённая. С таким стальным стержнем. Очень крутой. Крутой аромат. Если кто любит розу, если вдруг не пробовали берлинскую деву, обязательно попробуйте. Следующий аромат – это Загорск от бренда Com de Garçon. Обожаю Com de Garçon. И это серия 3 Intense, которая посвящена ладану. Аромата с ладаном. Разные города там и разные ароматы с ладаном. Я обожаю аромат Загорск. Для меня это воспоминания о родине, о детстве, о каких-то таких детских смешных историях, проведённые в деревне, лето у моей подруги. Вот в этом аромате всё вот это есть. За это я его очень сильно люблю. Дальше аромат New Zealand от Demeter – это Новой Зеландии. Новой Зеландии, как мы знаем, это ландшафт, это прекрасная природа, это зелень, это леса, это просто природа с большой буквы, как нам показали это всё в великолепии в фильме «Велостелин колец». В Новой Зеландии снимали. Вот это всё об этом. Здесь зелень, здесь земля, здесь дождь, здесь стихия, здесь просто величие, красота природы. Но аромат нестойкий, честно говоря. Так что, ну не знаю, Demeter, они, по-моему, все нестойкие. А Baldafric от Boreda – это вообще аромат такой мимо. Для меня Boreda, мне марка нравится. Я некоторые ароматы хочу себе даже ещё приобрести. Африканский балл, балл в Африке, я не знаю, вообще не моё. Не моя тема, слишком приторный. Ананасы здесь я не слышу, слышу здесь какое-то много сахара. Такой вот прям, знаете, сиропный аромат, который хочется быстрее смыть. Прям до липкости. Следующий. Самый любимый аромат в последнее время. Кто следует за мной в Инстаграм, наверное, знает, что я в последнее время люблю и ношу вот эту вот красоту. Ну, это Иланг и Голд от бренда Миколев, ну это просто, это золото во флаконе, это солнце во флаконе, это счастье, это радость. Это вот, ну просто, это необыкновенная красота и аромат, мне кажется, один из лучших у бренда. Вообще хороший бренд Миколев, заслуживает внимания. Стойкий, шлейфовый, невероятно красиво звучащий Иланг, кокосовый нот. Вот, вот, он для меня был по всем параметрам только летний. Сейчас у нас зима, и я вот что-то так соскучилась по солнцу, нанесла его, и всё, я не могу от него просто отказаться. Я постоянно хочу его носить, я постоянно в нём. Он срывает просто рекордное количество комментариев, комплиментов. Люди записывала у меня, одна девушка ко мне подошла, говорит, что у вас за аромат, скажите. Я ей сказала, она, конечно, мой, я не знаю, запишите, я найду по интернете, закажу. В общем, я ей написала, рекордсмен. И следующий, один любимый мой аромат, в последнее время, это наркотик Винус от брендона Самата. Ну, это счастье, это счастье, это радость, люблю. Люблю бело-цветочные ароматы с туберозой, с лилией, это всё вот прям у меня от них едет крыша конкретно. Следующий, вопрос 4. Цифры в названии аромата. Естественно, это Шанель номер 5, Шанель номер 19, Шанель и Премьер, я не буду их показывать. Я люблю пятёрку, я люблю пятёрку премьерную, я люблю пятёрку в концентрации Eau de Parfum. До винтажа и до парфюма я ещё пока, вернее, не дозрела, если можно так сказать. Следующий аромат с номером, с цифрой в названии, это арабский аромат от марки Шейк. Это Шик Шейх номер 30. Вот такая красивая очень бутылка, аромат восточный, но здесь такой новый восток, нео-восток. Очень красивые кислые здесь фрукты, вот прям вот кисленькие, знаете, и вот это всё подчёркнуто специями, это подчёркнуто красивейший такой вот, знаете, бархатистый, сочный, спелый, если так можно сказать, розый. Красивый, красивый аромат, кто, если у кого он есть, обязательно обратите на него внимание. Я не буду показывать пятёрки, как бы, Шанель номер 5, все, наверное, знаете, да? Следующий аромат с номером в названии, это Calvin Klein One. Это аромат моей юности. У меня было, наверное, штук 8 флаконов разных, разных лимиток. Все относила, все люблю. Наверное, куплю себе вот опять такой классический. Люблю его. Мне нравится его звучание, мне нравится его шлейф, мне нравится его какая-то, знаете, гармония. У него очень, кстати, богатая пирамида, и звучит он вот прям очень современно. Пробуйте. Ну, если вдруг кто-то не пробовал. Следующий номер в названии, это такая вот марка австралийская, Map of the Hearts. И у них такие вот все сердца, вот такие натуралистичные флаконы. Это у меня сердце номер 6. Сердце номер 6, попробовав все ароматы, для меня оно, конечно, самое такое женственное всё-таки. Самое, может быть, ну не то, что носибельное, но для меня наиболее понятным этот аромат показался. Здесь нарцисс, табак, какие-то странности ещё намешаны. Очень неоднозначный, странный аромат, но его постоянно хочется вот вдыхать. Очень стойкий, тоже шлейфовый. Надеюсь, когда-нибудь он появится в России, и вы с ним познакомитесь. Дальше. Улучшатор настроения. Улучшатор настроения естественное, безоговорочное. Это Алюр от Шанели. Катя, по-моему, тоже его показывала. Может быть, нет, может, я ошибаюсь. Это да, это счастье, это веселье, это эмоции. Я его ношу в свой день рождения. Мне очень нравится его носить в свой день рождения. Да и просто, когда хочется немножечко себя баловать. Ну, чтобы баловать, нет. Поднять себе настроение. Вот он реально подходит. Это ваниль, это персики, это сливки. Ну, это всё самое такое вкусное и приятное, что может быть для девочек. Джипси Вота Бореда. Для меня тоже, да, это аромат, улучшающий мне настроение. Первый раз, когда я его понюхала, мне он показался очень простым. Вот прям на грани какой-то. Ну, что это такое? Но его нужно разнашивать. Его нужно вдыхать. Его нужно... За ним нужно наблюдать. Он очень интересно раскрывается. В нём очень интересные древесные ноты. Сандал тут есть. Какие-то можжевеловые. Ну, вот, судя по пирамиде, я тут слышу очень красивый сандал. Молочность, миндальность даже. Я говорила, он пахнет марципанами для меня. Вот он, да, он пахнет марципанами. Марципаны – это вообще один из самых моих любимых десертов. Поэтому, да, этот аромат просто шикарный. Следующий номер – отсылка к культуре, кино, пьесе, искусство. Название аромат. У меня здесь не так уж их и много, но тем не менее. Не побоюсь. Вот Коко, Коко Мадемуазель, Коко Классический, Коко Шанель. Естественно, это отсылка уже к культуре, к искусству. Женщина внесла вообще просто огромнейший вклад вообще в красоту, в понятие женственности. В то же время помогла дамам быть более раскованными, более не бояться показать себя, не бояться самовыразить себя. Ну, то есть много, много про него можно говорить. В общем, вы понимаете, да? Митсука Герлен. Митсука Герлен – пленительная, грустная, печальная, мелковичная история любви. Да, не могла ее тоже сюда не внести. Аромат такой же грустный и печальный. Ношу его крайне редко. Очень красиво он идет в дождливую погоду. Здесь мне очень нравятся ноты персика такого, какой-то немножко уже даже на грани такого увядания. Ну, хорош, хороший, хороший. А дальше Артемизия. Артемизия, если я не ошибаюсь, это бренд Пентхеллигонс. Пентхеллигонс – это богиня, богиня, мифы и так далее. Пусть будет здесь. И еще один аромат от Герлен, который я внесу в этот список. Вот такой вот красивый. Это мужской аромат, но я его сама с удовольствием вношу, я его балдею. Это Арсен Люпин. Это такой французский авантюрист, типа Астапа Бендера. Пусть тоже здесь будет. Следующий вопрос. Представитель любимого бренда. Мой любимый бренд, если кто не знает, это Фредерик Маль. Я обожаю бренд Марку Дом парфюмерный Фредерик Маль. Люблю их концепцию, люблю их философию. Сам Фредерик, он просто потрясающий. Почитайте. Ну, и посмотрите, у меня обзор где-то был. Сама его семья. Ну, это просто кино. Это кино, это можно писать вообще. Романы. Люблю, люблю этот бренд. А представителем любимого у этого бренда у меня является Carnal Flower. Все, наверное, уже знают. Я уже, наверное, всем проела этим Carnal Flower. Обожаю. Обожаю эту туберозу, эту зелень, эти стебли, эту сочную, такую вот прям стервозную. Ну, все здесь есть. У меня столько эмоций в этом аромате. Поставлю его вот сюда, пусть стоит. И еще один любимый представитель у этого же бренда, недавно, вот он, нет, это не новинка уже, а аромат суверенный, суперстишес от Фредерик Маль тоже. Это моя, моя любовь, моя, вот просто олицетворение меня, вот в какой-то степени. Потрясающий аромат, потрясающий. Еще один мой любимый парфюмерный дом в этом году домом стал бренд NOSOMATO. Я познакомилась в этом году с этим брендом, и просто я влюбилась. Я, ну, я, честно говоря, под глубоким впечатлением. У меня сейчас уже три аромата от этой марки, конечно, хочу все. И самым любимым является China White. China White для меня это аромат-загадка, аромат космический. Это пудровый аромат. Ну, пудра здесь, я уже говорила, какая-то как звездная пыль, как что-то такое из космоса. Ну, это не из этой земли аромат, не с нашей планеты. Потрясающе. Даже не хочу раскладывать его по нотам, что-то, с чем-то. Абсолютно не важно. Следующий вопрос. Природа явления в названии. Природа явления в названии. Давайте начну с природы. Датура Нуара – это такой цветок. Датура Нуара аромата Цержи Бютанса. Цветок такой, который, ну, я не знаю, легенда или не легенда, используют ведьмы в своих там обрядах, заклинаниях. И Серж Лютен в этом аромате Датуру Нуар, Датуру, колдовской этот цветок, показал при помощи туберозы. Туберозы хищной, туберозы колкой, холодной. Такой вот всепоглощающий аромат просто. Совершенство. Кто любит туберозу, пожалуйста, да, вам сюда. Энбуа ваниль, ванильный лес. Тоже аромат Цержи Бютанса. Когда я думаю про лес, я все-таки представляю себе, что такое мушистое, шипровое. Но здесь это ваниль. Но ваниль вообще абсолютно нестандартная. Гориковатая, пряная, терпкая, немножечко такая подгорелая, подкопченая. Потрясающий, потрясающий аромат. Опять Сержи Лютанс. Это аромат Шерги. Шерги это название ветра, который в Марокко дует. Что-то там, ну, знаете. Классный, классный аромат. Один из самых любимых у меня у Сержи Лютанса. Обожаю его. Дюны, песчаные дюны. Аромат от Кристиан Диор. Классика, бесподобная. Это у меня уже, по-моему, второй флакон. Безумно его люблю. Все. С природой покончено. Следующий, девятый вопрос. Аромат, который никак не дается. У меня два этих аромата, которые мне никак не даются. Первый это бренд Костюм Национал. Аромат Сент Интенс. Не дается вообще. Мало того, когда я его первый раз нанесла, я покрыла себя пятнами. Вообще смывать пришлось все это дело. Странный аромат. Аромат красивый. Аромат необычный. Аромат прям вот хочется вот найти, изучать. Все, как я люблю. Но носить вообще не могу. Что-то в нем такое присутствует. Не мое абсолютно. И следующий аромат, который не могу носить совершенно. Может быть сюрприз для кого-то будет. Это Dior Addict. У меня еще старая версия. Вот с такой вот помпой. Сладкий слишком для меня. Удушливый. Вот даже вот маленькой микродозе, микропшика. Мне достаточно, чтобы походить, походить. И побежать смывать. Вот до такой степени. Не напишите. Классика от Dior. Я знаю. Все прекрасно с этим ароматом. Много у него поклонников. Но на себе вообще не могу. Следующая. Природа явления. Так. Названия в ароматах, которых присутствует какая-то эмоция. Там будь то страсть, будь то что угодно. Есть такие у меня названия с эмоциями. Джилет Хазагант. Леди Вендженс. Леди Месть. Аромат с характером. Аромат о женщине, которая вот... Кто-то ее очень сильно разозлил. И вот она идет реально мстить. Аромат о розе. Рози с шипами, с пистолетами. Не знаю. С целой армией. В общем, не обижайте женщин. Ну такой он какой-то. Да. Он очень стервозный, кстати. Такой. Ну мне кажется. Красивый. Следующий аромат, который я сюда внесла в этот список, это аромат Агент Провокатор классический. В нем нет как такового названия. Провокация, да. Агент Провокатор. Провокация. Провокация к действию. Провокация к какому-то эротичному действию. к какому-то еще. В общем, все что угодно можно... Как угодно можно воспринимать этот аромат. Но тем не менее, он, да, он самый красивый, он самый сексуальный для меня. Самый такой... Ну а аромат для такого вот завоевания. Бесподобно, бесподобно. Следующий аромат, в котором есть какие-то там эмоции, это Лэйзи Сандэй Монин. Ленивое воскресное утро от марки Майзон Марджелла. Да, Ленивое воскресное утро, но я не хочу сказать, что это вот прямо для меня стопроцентное попадание в название. Красивый аромат, мускусный, неспешный. И не убавит, не прибавит. Такой благородный аромат. И следующий аромат, эмоция для меня, это аромат Джо Депо от Сержа Лютанца. Это игры кожи. Для меня он эмоция, потому что для меня он настолько родной, настолько какой-то душевный. Аромат, знаете, который вы на себя наносите, и вам сразу вот, ну это дом, это какой-то такой семейный очаг, это вот тепло, это спокойствие. Аромат, в который хочется вернуться, в эмоцию, в которую хочется вернуться, когда вы наносите этот аромат. У меня это там детство, у меня это какие-то воспоминания. В основном, да, это из детства. Вот такая вот здесь эмоция для меня заложена в этом аромате. Да, есть, есть такое. Следующее. Эмоции, да? Аромат Универсальный Солдат. У меня их два. Первый аромат Универсальный Солдат для меня это Джульет Хезеган Ноте Парфюм. Что такое Универсальный Солдат для меня? Сколько не было бы у вас количества ароматов, иногда вы вот стоите в ступоре, вы не знаете, что вам надеть. Мне иногда доходит до такого, что я вот начинаю даже так как кобра качаться перед своим шкафом, что бы, что бы, что бы, что бы. И тогда я беру вот это и освежаю свою, как бы, голову, голову, свой мозг. Это аромат, просто аромат вашей кожи. Это амброксан, ну, типа как молекула, который просто подчеркивает индивидуальность вашей кожи. Естественно, я бы рекомендовала его наносить после душа, после ванны, на чистую-чистую кожу. Тогда он зазвучит вот как надо. Мне он нравится. Мне он нравится, он хорошо дружит с другими ароматами, он очень классный, его можно миксовать. Хороший. Очень приятный. Следующий аромат универсальный солдат для меня это Bayreda Blanche. Тоже из серии не парфюм. Для меня это абсолютно не духи, не какой-то, вот знаете, композиция парфюмерная. Это что-то такое, да, приближенное именно к запаху тела, к запаху чистого тела, ухоженного тела. Я не знаю, как еще сказать. Именно, да, вот такой вот аромат. И эти два аромата просто меня выручают, когда я не знаю, что, что, как, что, куда, как нанести. Я беру это и все. Я спокойна, я вот весь день хожу, наслаждаюсь. На следующий день я уже могу как-то с новыми мыслями собраться и уже настроиться на свой парфюмерный шкаф. Короче. Следующее. Название еды и напитков. В названии ароматов. Вот тут у меня маленькая корзиночка. Я просто так разложила, чтобы было удобнее вам показывать. Еда-напитки. Первый, значит, Noir Epis. Это черные специи от Фредерик Маль. Мишель Рудницка. И так, это черные специи от марки Фредерик Маль. Мишель Рудницка. Парфюмер. Очень яркий, очень тяжелый аромат. Насыщенный. Много специй здесь действительно. Роза очень красивая такая, прям глубокая. Такая тяжелая роза. Аромат, конечно, на любителя. Но в зимние дни, когда очень холодно, он согревает просто невероятно. Следующий аромат Midnight Poison. Poison – это яд. Аромат грусть и печаль всех любителей этого яда, потому что он так незаслуженно был. Его больше не выпускают, короче. Очень красивый аромат. Ночной, шлейфовый, загадочный, интригующий, мистический. Ну, такой странный. Странный и нереально красивый. Следующий аромат – это Chocolate Gritty от Montal. Я ношу его сейчас крайне редко, но одно время очень его любила. Слишком натуралистичный звучащий, слишком съедобный, слишком сладкий. Сейчас я уже от этого отошла. Совершенно этого не хочется. Yves Saint Laurent – аромат Evres. Когда-то он назывался аромат шампанское, но потом его переименовали в Evres. Аромат о шампанском, фрукты в шампанском, все, как мы любим. Очень красивый. Летний аромат – это у меня туалетная вода. На лето очень хорошо. Зимой как-то она… Ну, она вообще такой под определенное настроение. Следующий аромат – Juliet Hazegan MMMM. Я его внесла сюда, потому что он для меня тоже такой съедобный. Гурманский. Аромат о сладостях, аромат о ягодах, аромат каких-то маленьких пирожных. В общем, все такое вот съедобное, сладкое, девичье. Все это здесь. Следующая. И моя книжка. Следующая. Животное. А, нет. Аромат из самой любимой парфюмерной группы. Самая любимая парфюмерная группа у меня – шипры. Я очень люблю шипровые ароматы. И самым любимым, наверное, у меня является вот этот аромат. Это Jewel for Her, ее драгоценность, драгоценность для нее, опять-таки, от бренда Mikalif. Это шикарный шипр. Это такой шипр старой школы. Он стоит у меня прямо наряду с Паломой Пикассо. Он великолепен. Он великолепный. В нем много силы, в нем много эмоций, в нем много такого вот, знаете... Он вас может поддержать, он вас может как-то взбодрить, придать вам сил, смелости. Крутой. Очень крутой. Несравненный. Просто аромат несравненный. И также я очень влюбила цветочные ароматы. В этой группе у меня очень много любимчиков. Начиная от наркотика Винус и заканчивая Даглас Ханант от Роберто Пиге. Обожаю. Обожаю бело-цветочные ароматы. Для меня они вот просто воплощение женственности и красоты. Ну и какой-то, знаете, может быть, нашего такого характера, когда мы женщины же такие непостоянные. И вот бело-цветочный аромат у меня как-то с этим... Ну, не знаю. Может быть, я не права. Следующая. Спонтанная покупка. Спонтанных покупок у меня как таковых не бывает. В основном они все не спонтанные. Я или читаю про аромат, и потом его ищу. У нас вообще мало можно купить каких-то редких ароматов нишевых. В Сиднее очень мало представлено марок, брендов. Когда вы меня спрашиваете, я даже, ну, я не могу вам ответить, потому что я не пробовала эти ароматы. А спонтанными покупками для меня были вот эти два аромата. Это Anik Goutal, Rose Splendid и La Violet. Rose Splendid все шикарно. Мы подружились. Это такая роза с перцем. Представьте себе такой летний салат с розовыми лепестками и с таким черным молотым перцем. Это очень интересный аромат. Прекрасный на весну, на лето. Класс, 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 класс. А вот La Violet, фиалка, мы с ней не подружились, к сожалению. Для меня он слишком плоско звучащий, слишком простой, слишком девичий, слишком какой-то вот... Нет в нем нужного мне вот задора, характера, какой-то изюминки, к сожалению, нет. А также аромат, который был мною куплен вслепую, это Antonia's Flowers East Hampton. На тот момент у меня не было таких легких ароматов цветочных. Ну, были вот эти бело-цветочные, но они, как вы знаете, не всегда легкие. А здесь вот именно вот такой вот на кончиках, на цыпочках, такой с холодиночкой аромат, такой воздушный. Очень красивый аромат. Здесь фрези, какие-то тоже белые цветочки, но все вот такое вот маленькое, дребезжащее, такое вот шепчущее, нежное себе на ушках. Какие-то там нежности. Нежные слова. Следующий аромат... Нет. Одежда или ткань в названии аромата. У меня только один представитель этого вопроса. Это White Linen. White Linen от Estiloader. Аромат очень крутой. Аромат это классика, это альдегиды, это ладан, это свежестиранные, выглаженные просто таким раскаленным еще с таким олдскульным утюгом, знаете, вот эти вот белые рубашки, воротнички. Вот все вот тут вот. Все тут. Очень, очень крутой. Не знаю, попробуйте. Если вдруг не пробовали. Интересно звучит, вполне себе современно и совсем не ретро. Аромат с лучшими и худшими воспоминаниями. Ну, худшие воспоминания, как таковые, у меня нет, связанных с ароматом конкретно. Ну, наверное, вот этот, опять-таки, на костюм национал, потому что, ну, не пошел он у меня, и вплоть до каких-то покраснений, это, конечно, неприятно. А с лучшими воспоминаниями, да их очень много. И алюр, и носомат, любой аромат, который только-только вы купили, вы его любите, вам в нем хорошо, конечно же, это только лучшие воспоминания. То есть это, то я буду сейчас до бесконечности перечислять. Времена года, дни недели, название аромата. Как таковых, вот прям времен года у меня нету, и дней недели тоже у меня нету. У меня есть у мужа Гранд Суа. Может быть, Суа, это вечер, может быть, он подходит под это название, под этот вопрос. Ну, как бы нет, с этим вопросом у меня загвоздка. Лучшая реклама аромата. Когда я прочитала этот вопрос, я почему-то сразу подумала о глянцевой рекламе, рекламе, которая идет в журналах, не о видеороликах, нет. Потому что все мои вот самые-самые красивые рекламные компании, я все их видела, когда была маленькая. Я была маленькая, я ходила с мамой куда-то там, в парикмахерскую, пока она там что-то делала, я листала журналы, и вот в этих журналах именно были вот эти рекламы. Шанель номер пять с Катрин Денёв, Opium от EF Saint Laurent. Они были шикарные, они были так красиво сняты, в них было столько вот сдержанной какой-то грациозности и красоты. Сейчас такого вообще нету. Ну не знаю, меня сейчас не цепляют ароматы, рекламы ароматов, ну в глянце, я не знаю. Как-то вот у меня именно вспоминаются те рекламные компании тех лет, там 80-е, начало 90-х. Погуглите, посмотрите, наверное, вы поймёте, о чём я говорю. Если это рекламные ролики, то как-то тоже вот, знаете, не могу ни одного припомнить. Ну красивый спортмен, да, ролик Мисс Диор, где она там, прувет, докажи, и, ну не знаю, как-то так. Не пойду за ароматом только потому, что мне рекламный ролик понравится. Как-то вот не настолько мне они сейчас близки и цепляют меня, нет. Аромат, который стыдно выгулять в люди, но который нравится. Наверное, у меня тоже такого, к сожалению, нет. Я, честно говоря, долго смотрела, долго искала. Есть ароматы, как, например, Суприм Букет или как Ананда Блэк, которые очень громкие, очень мощные, и их не то, что, ну их не стыдно выгулять, их просто нужно дозированно выгуливать, дозированно наносить, тогда будет не стыдно. Ну как-то вот так у меня с этим вопросом. Следующий вопрос. Аромат, с которым ты король мира. Это вот, вот, прям, знаете, сейчас я его найду. Ну, это, безусловно, совершенно точно вот этот аромат. Я уже вам его показывала, это суверный Фредерик Маль. Я в нём королева мира. А если надо, и король. Это вот просто, знаете, воплощение всего для меня. И силы, и хрупкости, и какого-то естества, вот, прям вот изнутри каких-то вот, таких на грани, на грани самого-самого интимного. Вот, вот, это такой аромат. Просто потрясающий для меня. Вот кому-то он не очень нравится, кому-то нравится. И вообще о нём очень мало, почему-то говоря. Но для меня это вот воплощение моей любви вообще к ароматам, к парфюмерии. Это вот моё вот ароматное я, если вот можно так сказать. Наверное, это вот этот аромат. Ну, ароматное я, я не понимаю этого определения. Оно меняется постоянно, как наши вкусы. Но это вот просто это вот олицетворение вот меня. Поэтому я в нём, конечно, чувствую себя король, королева. Следующий. Повторно купленный аромат. Повторно купленный у меня это Serge Luté в основном. Это, нет, не Jodepo, 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 Unbois Vanille и Chergie. Вот три аромата от Serge Luté, я их купила во втором раз. И, наверное, куплю третий раз. Ну, видите, флаконы сейчас большие, хотя у нас и 50 тоже продаются. Так что да. Следующий аромат в оперу. Аромат в оперу у меня один. Сейчас я его покажу вам. Это вот этот аромат Ananda Black. Оно в оперу. Вот оно в бриллиантах, в бархате. И вот шлейф, и это вот опера для меня. Это роскошь. Это, ну, не знаю, фильм-красотка, может быть. Это вот порыдать в опере. Или наоборот, как-то вот возвысится. Это вот, да. Это вот такой аромат для оперы. Это Ananda, это тубероза. Просто самая, наверное, мощная, самая обворожительная, самая красивая тубероза. Но очень аккуратно. Я уже всегда говорю, что его нужно наносить очень-очень дозированно. Дальше. Самый красивый флакон. Флаконов красивых у меня, ну, мне многие нравятся флаконы. Я так все время наклоняюсь, извините. Очень нравится Louis Vuitton флакон вот в виде вот этой старой колбы. Вот такой, так вот он выглядит. Тут магнитик. Красиво. Красиво, не избито, и в то же время просто. Мне нравится, когда и красиво, и в то же время вот ты не видишь, что вот человек вот просто напрягался так сильно, и вот делал этот флакон, что вот вам, пожалуйста. Я, например, не очень люблю что-то такое. Но это не мое. Хотя, я понимаю, арабская парфюмерия, она именно вот такая. Очень красивый флакон. Сейчас я покажу вам. Простите, я все время наклоняюсь. А опиум, вот классический опиум, мне кажется, он безумно красивый. Флакон, и вот с этим окошком, и цвет этот такой вот, и олицетворяет аромат просто на века. Ну и победитель, наверное, у флаконов, это Шанель номер пять. Это я вам показываю премьер 100 миллилитров. Вот эти вот все грани, вот эта простота, это вот то, что я люблю. Да, это красиво. Дальше. Имена в названии. Имена в названии их много. Сейчас я вам покажу. Вот как я уже вам показывала только что. Ананда. Ананда Блэк. Ананда вот такая, беленькая. Потом Мадемуазель Пеге. Это как бы, ну это не имя, но Мадемуазель это, в общем, тоже подходит под эту категорию. Мадемуазель Пеге, обожаю его, обожаю. Надо, наверное, его было внести тоже на ароматы, которые, ароматы дарят вам радость. Вот он мне тоже дарит радость. Потом Мадам от Готье. По-моему, Катя его тоже показывала. Шикарный. Шикарный аромат с гренадином. Такой вот он прям алкоголь-алкоголь. Такой пьянящий, такой немножечко с чудинкой аромат. Дальше, конечно же, это Габриэль от Шанель и Citizen Queen. Королева, гражданка, городская королева, в общем, что-то такое. Один из самых моих любимых ароматов. В этом году я его носила не так часто, но тем не менее аромат просто потрясающий. Чем он мне нравится, он очень отличается вообще от всех произведений этого бренда, Juliette Hezegan. Он вообще, как будто бы не они сделали. Очень крутой. Самый стойкий. Для меня стойкими ароматами, самыми стойкими реально ароматами стали, я вот вам покажу, вот этот вот Discovery Set Le Labo. Они невероятно стойкие. Они просто, ну они играют на вас целый день, потом еще вы идете в душ, и утром вы еще идете в душ, и все равно еще отголоски ароматов остаются. Такое это, конечно, редкость. Это большая редкость. Вот Le Labo вот на данный момент. Есть, конечно, исключения и у Фредерика Мали, и у Носомата, и еще у кого-то. Но вот самые стойкие это вот это. И еще один самый стойкий аромат, это Grand Suire, это аромат моего мужа от Фрэнсиса Кыркеджана. Очень стойкий, очень. Ну не буду вам показывать. Аромат на ночь. Аромат на ночь у меня в последнее время это вот этот вот товарищ. Аура от Mugler. Мюглер, реально, вот самый красивый ночной аромат, магический, мистический. Вообще в нем хорошо и укладываться, и обниматься. В общем, он прекрасный. Он прекрасный аура от Mugler. Аромат на ночь. Да, вот сейчас у меня он такой. Редкий случай, аромат. В общем, в аромате есть какая-то нота, которая вам не нравится вообще в принципе. Но вот конкретно в этом аромате вам она нравится, и вы его носите. Я тоже думала об этом вопросе. И нет у меня такого. Я вот, например, не очень люблю ноту черной смородины. И как бы у меня и ароматов с ней нет. Вот, ну вот, такая вот у меня, все правильно, нет у меня таких ароматов. Несоответствие названию. Вот я уже говорила, Lazy Sunday Morning. Lazy Sunday Morning очень красивое название, и как бы да, оно оправдывает вот это все. Но все-таки для меня этот аромат более такой на каждый день и в офис. То есть не вот так вот я прям вот лениво в воскресенье валяться в постели. Нет, он более универсальный. Он более такой легкий в ношении. Его можно реально и на деловую встречу, и на вечер. Такой вот. Поэтому название такое. Название красивое, но мне кажется не очень подходит. А идеальным попаданием для меня является название Opium. Вот и флакон, и содержимое, и само название. Оно меня всегда так интриговало в детстве. Что же это такое, что же это такой за аромат Opium. Вот. Для меня это идеальное попадание. Следующее. Вишлист. Вишлист у меня плавающий. Сейчас я очень хочу ароматы Лила Бо себе. Конкретно три аромата. Ирис, и ланг, и нуар. Обожаю. Обожаю. Вообще, конечно, бы и другие бы хотела. Но ароматы такие небюджетные. А потом я очень хочу себе аромат, если вы знаете, аромат от Анжелики Вару. По-моему, так и называется Анжелика Вару. Вот он у меня был давно-давно, когда я еще в школе училась. Он такой красивый. А такой вот розовый. Розовый такой флакон. И такая какая-то, как типа шляпа розовая. Я вот никогда бы не подумала, но вот сколько раз я его вспоминаю. И вот он был очень красивый. Очень. Я вот его хочу. Хочу очень портрет леди от Фредерика Маля. Уже давно его хочу. И вот все как-то никак не куплю. Вот это вот то, что я прям так сразу вспоминаю. И от Бореда хочу несколько ароматов. Ну, тоже так. Еще не определилась. Мне много нравится, но вот какие точно я еще не определилась. Все. На этом все. Видео было длинное. Я не знаю, как я его разделю на две части или выложу одну. Но все равно, на всякий случай, все. Предупредила, то есть если это будет две части или нет. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Еще раз огромное спасибо Кате за такой вот тег интересный. И пока-пока. С вами была Аленка Блог. Чао-чао. Пожалуйста, присоединяйтесь. Другие пары блогеры. Рассказывайте, показывайте. Мне кажется, это интересно. Интересный тег. Все. Пока.